ну что же всем привет всех с новым годом и у нас новый герой месяца бертила ну сразу могу сказать что это совсем не новогодний подарочек хотя есть в ней и плюс давайте рассмотрим это зеленая пятерка класс у нее боец я люблю этот класс не всегда он конечно спасает рандом-рандом и здесь он у нее есть два пассивных навыков h2 первый навык это сопротивление слепоте от джунов дрейков и так далее я считаю что это полезный навык дальше она получает ману от погибшего прислужника своего это тоже большой плюс единственное что непонятно сколько маны она восстановит пуста там все достаточно среднее ничего тут не выделяется идем дальше и так скорость набора мады медленная и это сразу и опускает просто опускает до регулярных героев типа лианы кадилен то есть мы уже можем сравнивать ее с регулярными героями спокойно где регулярные будут выигрывать давайте дальше смотреть наносит 290 процентов урона по всем врагам из арния 235 урона по всем врагам плюс срез брони кадилен 190 по всем врагам плюс к защите от особых навыков коргал 235 урона по всем врагам плюс срез атаки элена 202 по всем врагам и при этом вешает контратаку ну и квинт 270 урона всем врагам и ничего не наносит ну вот как-то так да вертила это 290 урона всем врагам то есть урон принципе чуть повыше чуть повыше но у нее и атака пониже будет статок и так дальше что она делает она забирает у всех союзников все снимаемые недуги влияющие на такую защиту то есть если вам срезали атаку или защиту она ее снимает этот срез и кладет случайным образом на ваших врагов вообще тема прикольная интересная и полезная если бы она не была медленной опять же да но с другой стороны пока она зарядится на вас как раз таки это все положат связь стихий призывает прислужника природы для всех союзников 5 процентов здоровья 10 процентов атаки в принципе ничего особенного просто приятный бонус связи стихий как в принципе и у предыдущих героев месяца тоже это как полезный бонус единственное что вторая пассивка появилась до раньше я не помню что почему у кого-то такое было будут ли ее ловить топовые игроки я не думаю что ее будет ловить топовые игроки донатеры специально ее ловить точно не нужно это скорее герой для тех кто только начинает играть до либо играет на четверочках либо еще нет зеленых карт а если даже есть какие-то регулярные типа кадилен в костюме лианы это будет лучше и лучше им отдать тоники нежели берти согласитесь где она будет хороша конечно же она будет хороша стремительную атаку на турнирах и на войне только представьте да она становится быстрой и сколько миньонов она накладывает тут же начинает себе восстанавливать ману единственное хотелось бы узнать сколько же мана восстанавливает убийство ее миньонов потому что стоит ей ультануть и потом она ну считайте может превратиться в очень быструю даже да если вот она навесила миньонов раз восстановила ману тут же навесила еще раз тут же еще раз и все и она по сути быстрая и тут уже она хреначит по 290 процентов урона по всем врагам ну представьте квинт один раз ультует то неприятно на а тут это будет уже с более быстрой зарядкой то есть интересно интересно в любом случае ее нужно тестить потому что я думаю что она не настолько плоха как кажется да и может очень даже вывозить в некоторых режимах игры и стремительная атака действительно на это может себя проявить очень классно особенно учитывая что зеленый центр да то есть в оборону ее только при наличии ну вот допустим да у нас война со стремительной атакой зеленый центр ты лури у нас нет допустим да и бертилу мы спокойно можем поставить и она будет очень классно мне кажется стоять и вывозить даже даже в центре обороны остальные варианты ставить ее в оборону в принципе нет смысла вообще если ну вот я говорю лучше поставить кадилен лиану кого угодно но не бертил ну наверное можно хоргала заменить вертилой так в принципе больше некого значит расклад такой ловим ее случайно если ловим тоников не жалко да либо других зеленых героев нету качаем вертилу и принципе я думаю она вас будет радовать и берем ее собственно в атаку берем ее в атаку там знаете если моно играете неважно уже кто стоит у вас главное чтоб камни были ну и бертила поможет но конечно то что она медленная это сильно сильно ей портит жизнь только если она не будет ее очень быстро восстанавливать за счет убийства миньонов но для этого еще нужно зарядиться зарядиться первый раз хотя бы классный плюс в ней это еще согласитесь ее внешность то есть до этого герои как-то все были очень такие страшненькие странненькие а вот это очень даже симпатичная девушка наконец-то только вот никто не захочет ее ловить к сожалению вот поэтому давайте так наверное специально ловить не будем жаль что она диспелли только недуги влияющие на такую защиту потому что если бы она могла бы все перекладывать абсолютно любую грязь на противника это было бы интереснее интереснее но все равно ее бы не спас не спасала это она бы не стала бы имбой да я не знаю что ей нужно сделать чтобы она прям была вот прям красоткой красоткой прям вот я ее захотела поймать но хотя бы быть средней хотя бы быть средней поэтому достаточно ситуативный герой турниры война стремительная атака до остальное в принципе нет то есть даже будет будет она у меня прокаченная лежать я ее вряд ли возьму в свое моно да и даже 32 да и какой общийся смона против зеленых центров на войне тоже так себе лучше бы они еще еще красных нам дали еще красных каких-нибудь интерес кто захочет поймать бертилу и протестирует ее присылайте пожалуйста в telegram тест бертилы я обязательно выложу посмотрю как она себя ведет может быть ее сейчас так скажем обсирают совсем совсем неоправданно было бы очень интересно узнать все-таки потестить по факту по факту посмотреть что она делает не забывайте что у меня в группе в к можно посмотреть сувениры и подарки также заказать рекламу и поздравления реклама может быть любых товаров продуктов либо вашего альянса и поздравить можно совершенно любого человека совершенно любым праздником все не забывайте подписываться на канал ставить лайки всем пока пока